Люди, которые считают, что Брестская крепость доказывает силу социализма, они идиоты. Белорусские ученые. Доблесть, героизм Брестской крепости не в том, что они защищали социализм. Им срать было на этот социализм, если так уж признаться. Все равно, что сказать, что Советский Союз победил, потому что солдаты воевали за Сталина. Там есть надпись, найденная в 70-х годах. «Я умираю за Сталин». Но эта надпись найдена где? Где был расквартирован батальон НКВД СССР. Я бы задал вопрос, зачем она была сделана? И понятно, зачем. Для того, чтобы позаботились о детях, о родственниках. Нет, там безменная надпись. То есть непонятно, кто ее написал. Но она была сделана именно в конкретном месте. В казармах НКВД СССР. Это то же самое, что если бы в казармах какого-нибудь СС написали «Я умираю за Гитлера». Ну понятно, ты же ССовец. Так, давайте посмотрим следующий ролик. Называется «Они говорят, в вашем совке не было». Посмотрим, чего там не было. «Они говорят, в вашем совке не было элементарных вещей. Не было прокладок, йогуртов, туалетной бумаги, бытовой техники. Но для того, чтобы появились прокладки и туалетная бумага, не нужно разваливать страну. Устраивать гражданские войны и многократно грабить население. Это явно не лучший путь. Расскажи про прокладки привокзальному бомжику. Расскажи ребенку, потерявшему отца в Чечне или на Донбассе, про туалетную бумагу. А для бытовой техники у нас стояли огромные заводы в Прибалтике. Они обеспечивали магнитофонами, пылесосами и прочим весь Советский Союз. Выглядела их продукция, может быть, не так модно, но по качеству не уступала. И где сейчас та Прибалтика? И где их заводы? Да и не только в Прибалтике. В 80-х знаменитая «Вега» была в каждой второй квартире. Почитай, что с ней сделали эффективные собственники. Посмотри, какая сегодня в народе ностальгия по советскому времени. Я тебя уверяю, такой тоски по туалетной бумаге не было в СССР. Кровь же, пролитую за супермаркеты, не впитать никакими прокладками. Расскажи крепостному про свободу. Расскажи. Давай, расскажи. Он опять куда-то со стороны логики уходит, куда-то, куда-то, никуда, бред логический какой-то. Вата-ватная. Логика потерялся где-то в секунде на 10-й. Что тут русские, если тут советские люди? Идеология сама по себе. О, 15 человек уже смотрит. Совок – это не то же самое, что русский. Блин, это две разные вещи. Господи, ну неужели люди такие глупые? Что, следующий будем смотреть? Вы, товарищ, когда говорите слово «логика», вы должны говорить, какая логика? Потому что логик нескольких. Здравая логика. Ну, то есть, аристотелевская. Не читал. Мональная. Мональная логика. Самая немедленно. Обычная аристотелевская логика. Она здесь нарушается буквально на 2-3 минутах сразу же. Вот, есть. Есть интересный ролик следующий, тоже на минуту 15 секунд. Называется «Они говорят не благодаря, а вопреки». И, судя по всему, там на картинке типа Сталин нарисован. Я так понимаю, победили вопреки Сталину. И он сейчас что-то этому возразит. Они говорят, народ победил в войне не благодаря Сталину, а вопреки ему. Разумеется. Народ сам себе рассылал повестки, сам сбивался в воинские подразделения, открывал фронты, создавал армии и так далее. Легко представить, но значит народ и готовился к войне сам. Сталину провел индустриализацию сам. Так? Ведь не победил бы советский народ без индустриализации. А чтобы стало возможным провести индустриализацию, нужно было сначала провести коллективизацию, укропнение сельского хозяйства. Ведь чем-то нужно кормить тех, кто плавит сталь в городах. Ведь сталь несъедобна. Получается, что народ и коллективизацию провел самостоятельно, без вмешательства Сталина. Стало быть, раскулачивание дела рук народа, а не Сталина. Так получается. Еще один эпичный высер. Голодомор тоже народ провел сам и репрессии провел сам. Сталин тут... Конечно. Либо евреи, либо русские. Причем тут евреи, мы не антисемиты. Причем тут русские, мы критикуем идеологию саму совка. Да наплевать нам на русских, если честно признаться, ребята, на самом деле. Ну плевать, русские, нерусские. Ну насрать. Русские пускай делают, что хотят. У них есть одна девятая суши. Пускай делают на этой одной девятой суши, что хотят. У нас есть маленькая страна. И мы в этой маленькой стране живем. Живем столетие. Уже почти 1200 лет. Я так понимаю, если бы я хотел разобрать его на ролике, я бы просто сделал, наверное, какой-то... Осмотрел их все и сделал какое-то коротенькое заключение. У него элементарная логика уже начинается в самом начале. Он берет одну тему, переходит резко на вторую. А так ты же объяснить хочешь чем-то что-то. Зачем ты переходишь с темы на тему? Да ничего он не хочет объяснить. Он хочет сказать, что все... Приказать якобы. Стализмы они уроды. И все. Больше он ничего сказать не хочет. Он хочет подавить, он хочет надавить на эмоции. Брестской крепостью, войной за великого Сталина. Великими потерями и так далее, и так далее. Он просто давит на эмоции. Это не дискуссия. Это даже не полемика. Это просто помойка. Ну вот я его смотрю в третий раз. Что это за человек? Что он несет? Появились, видите, 7 штук на 9 лайков. Гениально. Нет, так сначала было одинаково. 7 на 7, а потом даже было больше. То есть 8 дизлайков на 7 лайков. Но потом раз дизлайк исчез. Потом еще раз. Я так понимаю, это блокировка аккаунта. То есть какие-то явные боты. И они блокируются Ютубом. И поэтому исчезает дизлайк. Иначе никак объяснить не могу.